Абсолютное ничто Я называю это учение «Абсолютное ничто», потому что мы ничего не пытаемся выучить. Это ошибка верить, что вы должны что-то выучить, или что я могу дать вам знания. Истина в том, что вы должны разучиться всему, что вы когда-либо выучили. И стать ничем. Когда вы ничто, тогда вы все. Итак, еще раз добро пожаловать в абсолютное ничто. Наша проблема в том, что наша голова наполнена так называемыми знаниями. С тех пор, как мы родились, нам силой навязывалось мировоззрение. В церкви, в школе, в окружении. И мы думаем, что мы что-то. А мы – абсолютное ничто. Это напоминает одну историю. Это случилось в один из больших святых праздников. И Йом-Кипур, иудейский праздник. Равин готовился, просматривая Торы, священное писание, и каясь. Он бил себя в грудь, говоря «Я ничто, я ничто, я ничто». Там был привратник, который видел, как все происходит. Привратник бросил свою метлу, подошел, заглянул в Торы и стал бить себя в грудь. «Я ничто, я ничто». Равин посмотрел на Кантора и сказал «Смотрите, кто думает, что он ничто». Ученики смеются. Точно так же и с нами. Мы слышим о ничто, но мы переполнены всем. И это единственная проблема, которая у нас есть. Если бы мы только смогли опустошить наши умы, а затем полностью избавиться от них, мы бы действительно чем-то были. Ладно, сегодня утром я гулял в парке, как обычно. Я стал разговаривать с одним джентльменом. Оказалось, что он преданной Мактананды. Он попросил меня рассказать о разнице между Джаняно Маргой и Кундалини Шакти. Конечно, в реальности ни то, ни другое не существует. Если вы цепляетесь за что-либо, это сдерживает ваше освобождение. Идея в том, чтобы отпустить все концепции, названия и формы. Мы поговорим об этом, поскольку я не могу придумать, о чем еще поговорить. Что такое Кундалини Шакти? Это санскритские слова, которые означают «сила змеи». Говорится, что когда человек интенсивно медитирует на шакте, или когда человек практикует тантрическую йогу, тогда Кундалини, сила змеи, начинает пробуждаться в основании позвоночника. Вы уже можете увидеть ошибочность этого, когда что-то должно пробудиться в вашем позвоночнике. В действительности ваш позвоночник не существует, так же, как и ваше тело. Тогда как что-то может в нем пробудиться? Но тем не менее, все книги о Кундалини рассказывают то же самое. Так называемое Кундалини, как змея, начинает подниматься по каналу, который расположен рядом с позвоночником. По мере того, как Кундалини касается каждой чакры, которых семь, каждая чакра становится просветленной. Когда Кундалини доходит до коронарной чакры, вверху головы, все тело становится просветленным. Это называется Кундалини-шакти. Как человеческое тело может стать просветленным? Джняна Марга ничем не лучше и не хуже, чем Кундалини-шакти. Я не пытаюсь унизить какое-то учение. Все учения важны. Все разворачивается так, как должно. Все находится на своем месте. Но как тело может развивать силы, сверхъестественные способности? А потом вы верите, что это просветление. Кундалини, как предполагается, когда достигает коронарной чакры, то способствует развитию сверхъестественных способностей. Однако я по правде могла сказать, что если понаблюдать за людьми, которые имеют сверхъестественные способности, они не так уж счастливы. Они ссорятся между собой. Не важно, что вы можете производить из воздуха. Не важно, что вы можете воскрешать людей из мертвых. Это не имеет совершенно никакого отношения к просветлению. Реальность в том, что вы есть сознание. Вы есть абсолютная реальность. Попытки развивать способности сдерживают вас. Попытки стать знаменитым раздувают эго. Попытки что-либо развивать удерживают вас от пробуждения. Теперь давайте поговорим о вас. У каждого было много опыта в жизни. Это могут быть хорошие опыты. Неважно, какими они могут вам казаться. Мы не до лампочки, если это самый страшный и ужасный опыт на Земле. Во Вселенной нет ничего неправильного. Через что бы вы ни проходили, это необходимо для вашего следующего шага в вашем раскрытии. Если вы верите, что это плохо, что-то неправильно, тогда вы продолжаете оставаться в этом состоянии и никогда не вырастите из него. Потом, как кажется, когда вы покидаете свое тело, вы снова проходите через это где-то еще. Вы проходите через этот опыт снова и снова, пока не откажетесь от своей привязанности к этому. Неважно, что это за опыт. Единственное, что важно, как вы реагируете на этот опыт. Этот опыт крайне необходим, иначе вы бы не проходили через него. Когда вы это понимаете, то можете быть только счастливыми. Не сравнивайте себя с кем-то другим. Не верьте, что судьба сделала вам плохую карту, и что вы страдаете ментально, или физически, или финансово, или еще как-то, и говорите, почему это произошло со мной. Не нужно себя винить. Вы отождествляетесь с миром, телом, умом. Это единственная причина, по которой вы считаете, что страдаете. На самом деле никто не страдает. Если бы вы действительно понимали, кем являетесь, вы бы никогда не верили, что в вашей жизни что-то неправильно. Верить, что в вашей жизни что-то неправильно, это богохульство. Это единственное богохульство, которое существует. Когда вы считаете, что вы в неправильном месте, когда вы хотите что-то поменять, когда вы думаете, что кто-то что-то вам причиняет, когда у вас есть страхи. Это богохульство. Поскольку вы говорите, что эта вещь под названием Бог не существует. Я использую слово «бог» как синоним сознания. Вы думаете, что Бог сознания не существует, что вы сами должны мучиться, что вы должны преодолевать тяготы, расплачиваться. Даже убеждение, что это карма, неправильно. Лучшее, что вы можете делать, это ни на что не реагировать, а действовать от сердца с любовью, состраданием, покоем. И пускай будь что будет. Когда вы перестаете реагировать на обстоятельства, то обнаруживаете, что ваши мысли становятся слабее и слабее. Ваш ум, то есть всего лишь куча мыслей, хочет, чтобы вы реагировали. Чем сильнее реакция, тем сильнее ум. Чем сильнее ум, тем сильнее мая. Вас затягивает в эту игру. Когда вы перестаете реагировать, уму это не нравится. Поэтому он будет выдавать самые разные вещи. Он будет показывать вам разные картины, заставлять вас испытывать самые разные негативные обстоятельства, так, чтобы вам захотелось реагировать. Поэтому вы должны следить за собой, обращать внимание на себя, смотреть, как вы реагируете на обстоятельства, смотреть на природу вашего ума. Предполагается, что природа вашего ума состоит из трех элементов. Эти три элемента называются гуны. Есть сатвическая гуна. Это чистота. Такие люди преисполнены состраданием, умиротворением. Но все это часть вашей человечности. Есть раджа с гуна. Это действия. Эти люди – юристы, доктора, индийские начальники, работники. Им нужно весь день работать, заниматься чем-то. А потом идет такое свойство ума, как тамос. Тамос – это качество инертности. Это ваша темная сторона. Жадность, корыстность, лень и так далее. Большинство людей состоит из всех трех гун. Вся идея заключается в том, чтобы превзойти свое. Кундалини, гуны – все. Не увлекайтесь практиками йоги. Это привязывает вас к земле. Увлекайтесь попытками понять, кто вы. Попытайтесь понять, что это я должен испытывать гуны, кундалини, просветление. Я хочу испытать все эти вещи. Фокусируйтесь на я. На я, который хочет сверхъестественной способности. На я, у которого есть проблемы. На я, который, как кажется, не ладит с чем-то. На я, который верит, что что-то неправильно, а что-то правильно. Фокусируйтесь на я. Фокусируйтесь на я, кто это я, откуда появилась я. Когда ночью вы спите, я нет, поскольку вы заснули. Но что-то все равно наблюдает, как вы спите. Кундалини люди говорят, что когда кундалини-шакти перемещаются в голову, вы становитесь просветленными. Но джиняне видят это по-другому. Кундалини поднимается из сердца с правой стороны груди и по каналу идет в мозг. Но когда кундалини достигает мозга, это не просветление. Это то, когда вы начинаете осознавать мир. Вы начинаете осознавать феномены тела и ума. А просветление наступает тогда, когда кундалини возвращается обратно из мозга в сердце, в духовный сердечный центр. Когда вы спите, то, что вы называете кундалини, находится в сердце, там, где она и должна быть. На самом деле кундалини – это ум. Это просто еще одно название ума. Когда ума, кундалини покоится в сердце, там, где она должна быть. Но когда утром вы просыпаетесь, вы осознаете «я». Потому что ум или кундалини, или как вы еще хотите это называть, мгновенно поднимается в мозг. И так вы начинаете осознавать мир. Итак, цель в том, чтобы заставить ум, который некоторые называют кундалини, вернуться обратно в сердечный центр, который находится с правой стороны груди, чтобы он оставался там. Когда это происходит, вы пробуждены или освобождены. Поэтому лучше всего ловить себя, когда вы просыпаетесь утром. Вы должны вспомнить все те вещи, которые я вам рассказываю утром. Как только вы открываете глаза, в эту долю секунды, перед тем, как вы начнете осознавать мир, кундалини, ум и я, кстати, все это синонимы, все это одно и то же, покоится в сердце. Поэтому в ту секунду, когда вы открываете глаза, вы просветлены, вы освобождены, у вас нет проблем, нет ничего неправильного, все хорошо. Только на долю секунды. Потом вы это портите, потому что начинаете осознавать мир, себя, свое тело. Вы говорите, я проснулся. Что произошло в эту долю секунды? Я-мысль, которую некоторые называют кундалини, некоторые называют ум, поднялась в мозг. Как только она появляется в мозгу, вы начинаете осознавать, что вы тело и ум. А потом вы осознаете, что есть мир, вселенная, Бог и все остальное. Другими словами, ваше существование остается только потому, что вы позволили я-мысль переместиться в мозг. Поэтому атма-вичара или самоисследование есть просто для того, чтобы заставить я-мысль вернуться обратно в сердце. Когда она возвращается в сердце, вы снова становитесь истинным я. Истинным я, которым были всегда. Вы становитесь сознанием. Вы становитесь чистым осознаванием. Вы становитесь истинным я. И в этом истинном я есть абсолютная пустота, нирвана. Нет ума, нет тела. Есть только чистое, неизменное, истинное я. Если бы вы только смогли оставаться в этом истинном я. Вы находитесь в истинном я только тогда, когда спите. Когда вам снятся сны, это я снятся сны. Когда вы просыпаетесь, я просыпается. Но когда вы спите в глубоком сне, я становится истинным я. Почему вы хотите попасть в состояние, где вы истинный я? Потому что в этом состоянии все хорошо. Это состояние полного счастья, полного блаженства, полной любви. И это ваша настоящая природа. Это то, чем вы являетесь на самом деле. Поэтому я снова напоминаю, лучшее время, чтобы осознать и практиковать, это как только вы откроете свои глаза. Вы тут же должны задать вопрос, кто я, как только вы проснетесь. Вы говорите, что является источником я. Откуда появилась я? Я, которая мне рассказывает, что я проснулся, что я тело, что я ум, что я вижу мир, что я голодный, что я одеваюсь, что я иду на работу. Откуда появилась это я? Спросите себя. И следите за я. Представьте, как оно возвращается в источник, то есть ваше духовное сердце. И просто исследуйте, кто я. Если вам нужно проснуться на полчаса раньше, делайте так. И это не медитация. Самоисследование – это не медитация. Вы активно исследуете, кто я. Вы не медитируете на что-то, не концентрируетесь на чем-то. Даже когда вы ослеживаете ее мысль обратно к ее источнику, вы не концентрируетесь. Вы просто наблюдаете. Вы осознаете, что вы делаете. Вы говорите, кто я, и ожидаете. Потом вы снова говорите, кто я, и остаетесь в тишине. Снова кто я. Возможно, над вами пытаются властвовать мысли. Мысли становятся сильнее. Не чувствуйте себя слабым. Просто задайте вопрос, кому приходят мысли. И ждите. Мы снова возвращаемся к я. Вы исследуете, кто я, и ожидаете в тишине. Вы снова спрашиваете, кто я. Вы ожидаете. Когда приходят мысли, вы спрашиваете, кому приходят эти мысли. Нет разницы, какие это мысли. Практика все время одна и та же. Не ограничивайте это временем. Не думайте, что вы опоздаете на работу, и вам придется спешить. То время, которое вы уделяете самоисследованию, должно быть временем, когда вы знаете, что не будет звонить телефон, когда у вас есть время. Не торопитесь. Когда наступает время одеваться, тогда вставайте. Вы можете продолжать играть в эту игру. Вы можете спросить, кто одевается. Я? Кто я? Помните, что вы делаете это по той причине, что в действительности никто не одевается. Тела нет. Я нет. Практики нет. Поэтому вы для этого и следуете, чтобы прийти к этому заключению. Когда я говорю, что нет тела, нет ума, нет мира, нет вселенной, это переживание и джняни. Если вы это повторяете, если вы говорите, иногда вы можете разочаровываться, поскольку временами вас в лицо бьют превратности судьбы и навевают на вас депрессию. Вы говорите, я сознание, а не тело. Я чистое осознавание. Однако все равно кажется, что вы проходите через проблемы. Это может заставить вас отказаться от всего. Тогда не нужно использовать эту процедуру. Процедуру, которую нужно принять, ничего не признавать, пока вы это не проживете. Идти в обратном направлении. Вместо того, чтобы говорить я сознание, вы понимаете, что если найдете источник я, тогда сознание явит себя. Поэтому вы работаете над тем, чтобы превзойти я. Вы можете делать это в течение всего дня. Вы завтракаете и спрашиваете, кто я завтрак, я, кто я, и молчите. Каждый раз, говоря, кто я, вы всегда замолкаете. Когда к вам приходят другие мысли, вы снова исследуете, кому приходят эти мысли. Ко мне. Кто я? Потом вы идете на работу или куда-то еще. Даже когда вы идете в свою машину, вы можете это практиковать. Вы не должны беспокоиться о том, что вы будете как в дурмане. Это не как медитация. Вы бдительны, когда это делаете. Поэтому вы можете задать вопрос, кто ведет машину? Я. Кто я? И ждете. Снова. Кто я? Когда приходят мысли, вы делаете то же самое. Кому приходят эти мысли? Потом вы приходите на работу. Вы обнаружите, что происходит кое-что интересное. Если вы практиковали все эти вещи в течение дня на работе, то обнаружите, что вы счастливы, и ваша работа становится более эффективной. У вас получается выполнять свою работу легче, чем когда-либо. Это чудесно. Это случается вот так. Когда у вас есть время, и вы не сконцентрированы на работе, вы снова спрашиваете, кто работает? Я. Кто я? Вы делаете это в течение всего дня. Когда идете домой, ужинаете, вы спрашиваете, кто из-то ужин? Я. Кто я? Когда идете спать, вы спрашиваете, кто собирается спать? Я? Кто я? Кстати, если у вас бессонница, это лучшее средство. Это сразу же заставит вас заснуть. По мере практики будет происходить нечто очень интересное. По мере того, как будут проходить дни, недели, вы будете замечать, что вы все меньше и меньше задаете этот вопрос. Вы говорите, кто я, и теперь проходит пять минут, десять минут, а мыслей нет. В безусильном состоянии без мыслей заключается полное счастье. Вы обнаруживаете, что просто счастливы без причины. Физически вы можете проходить через худшие бедствия, однако вы испытываете такое счастье, которое никогда раньше не испытывали, и ваша работа выполняется более эффективно. Вы больше не реагируете на людей, места и предметы. Вы просто чувствуете себя хорошо. Сколько времени на это потребуется до того, как вы станете пробужденными или освобожденными? Это определяется тем, сколько усилий вы прикладываете. Если вы исследуете только утром, вам предстоит долгой дорогой. Если вы исследуете в течение дня, вы никогда не знаете, что произойдет, но я могу вас заверить, что ваша жизнь радикально изменится, должна измениться. Знаете почему? Потому что у вас нет времени размышлять о своих проблемах. У вас нет времени думать о мире. Когда ваш ум не думает о ваших проблемах или мире, он становится все слабее и слабее, а ваши проблемы становятся все менее и менее важными. Вы становитесь благостным, прекрасным человеком. Вы должны это делать. Я могу привести вас к золотому руднику, но вы должны копать сами. Я могу делиться с вами этими вещами, но пока вы не сделаете это сами, то никогда не узнаете, что настоящее состояние ума – это осознавание. На самом деле, в ваш ум – это осознавание. Вы есть чистое сознание, абсолютная реальность. Вы есть сад Читананда. Вы никогда не рождались. Вы никогда не сможете умереть. Вы будете жить вечно, именно такие, какие вы есть сейчас, как истинный я. Докажите это себе. Обнаружьте это для себя. Не верьте тому, что я говорю. Выполняйте практику и смотрите, что происходит. Вопросы. Когда мы говорим «Кто я?», а потом остаемся в тишине, а потом мы еще раз говорим «Отслеживать я обратно до Источника». Я не понимаю, что это означает «Отслеживать я обратно до Источника». Отслеживая «Я» обратно до Источника, когда мысли загромождают ваш ум, вы спрашиваете, кому приходят эти мысли. Они приходят ко мне. Я чувствую эти мысли. Потом вы говорите «Кто я?», потом отслеживаете «Я» обратно до Источника. Вы делаете это, фокусируясь на «Я», пребывая в «Я». Вы просто смотрите на «Я». Задавая вопрос «Кто я?», вы пребываете в «Я». Просто исследуя «Кто я?», вы заметите, что осознаете «Я» больше. И Источник «Я» – духовное сердце с правой стороны груди. «Я» возвращается обратно в сердце, то есть в сознание. Чистое осознавание. Вопрошая «Кто я?», вы отслеживаете «Я». Это случается само по себе. Но потом, когда приходят мысли и вмешиваются в процедуру, именно тогда вы спрашиваете, кому приходят эти мысли. Они приходят ко мне. Потом вы переходите прямо к «Тогда кто я?» и отслеживаете «Я». Это происходит само по себе. По мере того, как вы практикуете, вы будете осознавать «Я» и чувствовать, как «Я» возвращается обратно в вашу грудную клетку, где оно и должно быть. не усложняйте. Не усложняйте. Пусть все будет просто. Не пытайтесь это анализировать. Потому что, когда вы анализируете, то используете свой ум. Анализ делает ум сильнее. Мы пытаемся уничтожить ум, уничтожить мысли. Вопрошая «Кто я?» мысли уничтожаются. Это ясно? Да, очень ясно. На самом деле, это хороший вопрос. Многие, кто начинает практиковать, все время интересуются «Как мне отслеживать «Я»?» Задавая вопрос «Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? 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 Я?» И вы обнаружите, что вы действительно отслеживаете «Я». Иногда вы можете говорить «Я-Я» вместо «Кто я?» Вы можете просто повторять про себя «Я-Я». 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 Это приведет вас к тому же источнику. Как большинство из вас знает, самоисследование – это процедура, которую мы используем, потому что вы отказываетесь пробудиться. Если бы вы пробудились, вам не нужно было бы делать все это. И тогда вы бы смеялись над собой, над своими попытками делать все эти вещи. Но вы отказываетесь пробудиться. Почему бы вам не пробудиться? По какой-то странной причине вы предпочитаете отождествляться с миром и всеми вещами в этом мире. Со своим телом, со своими делами. Конечно же, это мешает вам пробудиться. Просто отпустите и пробудитесь. И вы будете дома, в безопасности. Почему это предпочтение такое сильное? Это неправильное отождествление. Именно это и называется майя, великая иллюзия. Она кажется сильной. Это как вода в мираже. Вода кажется реальной. Так же мир кажется сильным. И наши мысли кажутся сильными. Но ударение нужно делать на слове «кажется». Действительно, они непрочные. Они достаточно хрупкие. Они даже не существуют. И это делает их хрупкими. Конечно. Но мы думаем, что они прочные. Поэтому мы должны использовать этот метод, чтобы от них избавиться. Просто будьте собой. Сделайте глубокий вдох и скажите «Я есть». И забудьте обо всем. Разве это не чудесное ощущение? Глубоко вдохните и скажите «Я». Выдохните и скажите «Есть». Разве вам не хорошо? Конечно, это еще одно упражнение, которое вы можете практиковать вместе с дыханием. «Я есть». Если вы будете занимать себя этой практикой, которой я с вами делюсь, у вас не будет времени думать о своих проблемах. А когда вы не думаете о своих проблемах, они уходят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!